Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии и обратимся сейчас к 17 главе. В 17 главе мы наблюдаем продолжение целой пространной череды пророчеств Исаии о разнообразных, скажем так, национально-политических образованиях окружающего его мира. Это даже не всегда царство, а иногда какие-то полузависимые державы, о которых нам иногда известно больше, а иногда совсем немного. И эти пророчества сменяют одно другое. Они обращены к израильтянам, собственно. И, вернее, даже будет сказать, к жителям Иерусалима очень конкретно. И первое, что до некоторой степени удивляет читателя, это а зачем, собственно, вообще пророк об этом говорит? Когда вот в 17 главе речь идет о судьбе Сирии и Северного Израильского царства, судьбе Дамаска и Самарии. Зачем это произносится пророкам, который живет и подвизается при царском дворе в Иерусалиме? И лишь потом уже вопрос, собственно, возникает, что именно и почему пророк предрекает вот Дамаску и Самарию. И, по-видимому, здесь мы наблюдаем с вами такое очень своеобразное, не всегда для нас понятное отношение пророка лично и его окружения, может быть, даже большинства его окружения, большинства Израиля, к тому, как устроена человеческая история, что вообще происходит в этих всех бесконечных политических склоках и столкновениях, которые мы наблюдаем в эту эпоху на этой территории. Потому что время, как, может быть, мы уже говорили, время, в которое действует пророк Исаия, характеризуется тем, что крупные державы Ближнего Востока того времени, Ассирия и Египет, и некоторые державы на тот момент второй руки, как Вавилония, Нейхетты, но главным образом, конечно, Ассирия и Египет сталкиваются между собой в борьбе за право влияния на Ближнем Востоке, да и вообще за возможность жить. Это действительно такая схватка не на жизнь, а на смерть. Ну и все это происходит, конечно, на территории Святой Земли и вокруг нее. И поэтому вот разнообразные народы и правители с неизбежностью, вне зависимости от того, хотят они это или нет, оказываются вовлечены в это столкновение гигантов. И, видите, мы наблюдаем, по крайней мере, в этих пророчествах Исаии, да на самом деле и в текстах других пророков, именно вот это ощущение водоворота истории, водоворота, в котором человек и целый народ оказываются совершенно против своего желания. Это первое. Второе, что тоже очень важно, там невозможно выбрать правильную сторону. Фактически весь спектр пророчеств Исаии о разнообразнейших народах говорит о том, что тут ищи, не ищи, с кем заключать союз, а с кем его не заключать, кого из соседних сильных правителей предавать или не предавать. Все это совершенно бессмысленно, потому что все равно все разрушится, все обвалится. Тоже довольно мрачное, конечно, ощущение, с одной стороны. А с другой стороны, на фоне вот этой, в сущности, исторической беспомощности, несамостоятельности государств, правителей и народов, пророк подчеркивает принципиально важное для него и для его современников и соплеменников представление о том, что в сущности единственным действующим лицом истории является Бог. И все, что происходит, происходит в рамках некоторого замысла Бога, у которого есть, ну, скажем так, идеи, что и для кого он хочет сделать. И многие народы, особенно, знаете ли, всякие великие правители, которые готовы бить себя каткой в грудь и рассказывать о своем величии, в сущности, что называется, используются в темную. То есть, они на самом деле являются вот таким вот орудием в руках Бога. Хорошо это или плохо – это вопрос, скорее, современный. В наше время мы считаем, что людей вообще нельзя использовать, это аморально. И поэтому, может быть, вот эта картина Бога, который как фигуры на шахматной доске двигает народы, нам тоже кажется смутительной, но в те времена было не так. Это важно очень понимать. Вот Бог – властелин истории, хозяин истории, владыка истории, Бог – тот, кто реально действует. И все мы в этой истории участвующие, в сущности, конечно, решаем его задачи, а не какие-то якобы существующие свои. И из этого, кстати, еще один вытекает важный вывод, что для пророка, как и для следующих поколений пророков, правильный путь в этой ситуации состоит в том, чтобы осознать, в чем же заключается замысел и путь Божий, и последовать ему, последовать Богу, потому что все равно ты никуда не выйдешь из этой клеи, но ты можешь двигаться по ней, так сказать, более или менее осознанно в какой-то правде перед Богом. Ну и вот в эту общую картину более или менее отчетливо вписывается находящееся в 17 главе пророчество о Дамаске и Самарии. В это время цари Дамаска и Самарии, соответственно, Сирии и Израиля, образуют союз, военный союз, целью которого является вот противостояние, в данном случае, о Сирии. И, ну, кажется, что прямо так замечательно все вообще хором бегут на первомайскую демонстрацию в Самарии и в Дамаске по случаю заключения этого союза. Славят мудрость правителей, тоже, в общем, ничего особенно нового для нас с вами, и восхищаются заключенными соглашениями и тем, какая получилась замечательная держава или там, как это называется, военный блок. А Исаия от лица Бога говорит, вот нет, ничего из этого не будет. Дамаск разрушится. И что будет с твердыней Дамаска, будет и с твердыней Ефрема. Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален, говорит Исаия. И то же самое Аса Мария не станет твердыней Ефремовой. Все это будет разрушено. В тот день умолится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. В поэтических этих строках для пророка важно обратить внимание слушателя на то, что действительно Израиль, Иаков величался своими какими-то там достижениями, довольно сомнительными, к слову сказать, ну и к тому же еще тоже гордился тем, что сам сирийский царь вошел с ним в союз. Все это слава Израиля, которая будет разрушена, тучное тело сделается тощим. Вот этот мотив очень тоже важный для библейских текстов многих, что там, где надувается человеческая гордыня, очень часто бывает, что Бог обнажает нищету и ничтожность вот этих человеческих величаний. Теперь дальше пророк вскользь упоминает о чрезвычайно важном понятии остатка и говорит, что у Израиля останутся, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине, две-три ягоды на самой вершине, то есть очень небольшое количество людей, до которых не докатится агрессия ассирийцев. Но этот крохотный остаток, он все равно не забыт Богом. Это очень существенный момент, потому что для самих этих людей, потому что остаток ведь выделяется, собственно, тем, что следует правде Божьей и исполняет заповеди. Вот для самих этих людей, которых очень мало, важно понимать, что Бог их не забыл. И еще один существенный момент пишет здесь Исаия, смотри ты, ну, может быть, говорит, а не пишет. Дело в том, что он уже не раз упоминал, что в сущности, конечно, причиной вот всех тех бедствий, катастроф, поражений, разрушения является неправда народа Божьего. В первую очередь, это неправда религиозного свойства, поклонения тому, что недостойно поклонения, вот, и, конечно же, неподчинение заповедям Божьим. Вот смотрите, он говорит о последнем дне, о дне, когда воля Божья в истории будет явлена, кстати, и дне, когда Дамаск и Самария будут разрушены. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву. Вот в этот день, говорит пророк, когда явлена будет сила Божья над мятежными, в сущности, царствами, над царствами, поклоняющимися не Богу, а каким-то выдуманным истуканам, идолам, вот, когда все это закончится, тогда обратит человек взор свой к Творцу своему. Необходимо еще заметить, что у людей, входивших в библейскую культуру, особенно в межзаветный период, наблюдается вот своего рода перемена логики, перемена причинно-следственной связи в этой мысли. Пророк говорит, что вот в последний день человек обратит взор к Творцу своему, а в межзаветный период многие думают, что последний день наступит тогда, когда мы обратим взор к Творцу своему. Скажем, в логике евангельской эпохи некоторого времени, до евангельских событий, это оказывается весьма и весьма действенной идеей. Здесь же Исаия говорит, что вот в тот день уже человек не взглянет на жертвенники делорук своих, и на кумиров. И еще раз он повторяет, что все укрепленные города Израиля в этот день будут пустыми, все это будет оставлено. Почему? Потому что ты забыл Бога спасения твоего, не вспоминал о скале прибежища. Видите, здесь, как и в некоторых псалмах, пророк Исаия говорит о Боге, как о скале прибежища, как о твердыне, за которую можно удержаться. Вот ты забыл Бога спасения твоего. Ты забыл, кто же все-таки на самом деле может дать тебе спасение, говорит Исаия, обращаясь то ли к царю Израиля, то ли ко всему избранному народу. Вот это в глобальном смысле становится для него причиной поражений, когда люди забывают Бога спасения своего. Ну и дальше пророк говорит о окружающих событиях, как, знаете, шум народов многих, шумят они, как море. В каком-то смысле все эти народы оказываются совершенно безликими, потому что вот такая вот ревущая стихия, в которой никто ничем не выделяется. Все в сущности совершенно одинаково. И все это вызывает ужас, потому что напоминает ветер, ураганный ветер, гонящий какие-то клочки мусора по улицам городов. Вот все эти бесконечные народы, которые ревут и пугают пророка и его современников, вот тоже на самом деле очень важная мысль. Очень важная, потому что для современного читателя скорее свойственно преувеличивать самобытность тех или иных культур и племен. Казалось бы, пророк Исаия сам представитель довольно самобытной, своеобразной культуры и племени. Тем не менее, склонен все это видеть по-другому. Шум моря, вот ветер, гонящий клочки мусора по улице, рев племен. На самом деле, вот там, ну как в моей юности говорили, Россия родина слонов, мы там такие самобытные, кто-то другой еще тоже самобытный. Сегодня все культуры самые крошечные, тоже мы стараемся видеть какую-то такую необыкновенность, самобытность, все надо сохранить. Исаия видит вообще другое. Просто Бога, перед лицом которого это все однородный и безликий шум племен. Я не возьмусь утверждать, что здесь правильно, а что неправильно. Но, по крайней мере, здесь есть о чем задуматься в этих заключительных стихах 17 главы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok